Хорошие и добрые фильмы всегда тоже помогают поднять настроение и бороться с осенней депрессией. Об этом мы сегодня говорим. Наша тема «Как преодолеть осеннюю депрессию». Напомню, что гость нашей студии сегодня психолог Светлана Колосова. Светлана Ленина, продолжая наш разговор по поводу того, кто больше склонен. Вот мужчины и женщины мы обсудили, а вот, например, дети взрослые. Или детям совершенно незнакомо такое слово «осенней депрессии». Конечно, когда ребенок живет именно свою детскую жизнь, состояние сезонной депрессии для него не существует. По той причине, что внутреннее состояние детей, их психостатус, он в значительной степени определяется обстановкой. И по существу осень, когда дети приходят в школу, в садики, это оживление их жизни. Они соскучились, видят друг друга, предложенные воспитатели. И даже такие, часто для многих детей неприятные обстоятельства, что это школа и учеба, дети компенсируют, как на весах, пониманием того, что, в первую очередь, это друзья. То есть, свои смыслы порождают в этих обстоятельствах. Не говоря уже о том, что, повторюсь, нормально развивающегося ребенка очень греет мысль, что он стал взрослей. И каждый появляющийся в школе новое поколение более маленьких детей, уже показатель того, насколько он вырос. А может, еще дело в том, что дети не настолько еще нацепили на себя всяких разнообразных клише? Они ориентируются больше на свои ощущения, на себя. Если говорить о социальном статусе, предположим, статус руководителя и статус сотрудника. Вроде как у руководителя забот много, вот их больше или наоборот сотрудники больше? Это как раз руководители меньше всего касается, по крайней мере, до определенного момента, проблемы сезонных депрессий по той простой причине, что наша страна живет по учебным годам. Основное время отпусков – это лето. И поэтому замирает летом деловая жизнь. И, безусловно, это плохо соотносится с понятием бизнеса, полноценно функционирующий бизнес. Потому что хорошо, когда он работает как часы, а не провалами в какие-то моменты. И вроде бы как у нас есть удобоваримое объяснение – сезонный спад продаж. Но у кого из бизнесменов это удовлетворяет. А сотрудники, выступающие в основном как потребители, к сожалению, менее активные по планированию такого нарастающего эффекта своих деятельностей лиц. Они столько это беспокоят, скажем так. Их в меньшей степени, безусловно, беспокоит стабильность цикла, то есть работа, эффективность и работа. По этой причине они жестче ощущают эти переходы к осени. Потому что после летних спадов, безусловно, возрастают требования руководителей. И при этом сам сотрудник, расслабившийся именно в отдыхе, длительном, глубоком, видящий смысл своей продуктивной деятельности в течение года, далеко не каждый сотрудник способен быстро мобилизоваться, вспомнив хотя бы, что на следующий год он тоже захочет хорошо отдыхать. А годичный результат складывается из накопления эффектов систематической деятельности. Появляется почва для конфликтов, для таких сложных взаимоотношений. Почему осенью многие начинают искать работу? Переходы. Все очень связано. Есть у нас звонок от телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы нам хотите предложить какой-то рецепт или сказать, что вы никогда не хандрите осенью? Нет. Я очень хандрю даже. Вот у меня такое желание. У меня депрессия очень большая. Я, допустим, у меня депрессия такая, что, как вам сказать, по осени. Осенью обостаётся депрессия. Вы грустите по лету или боитесь зимы? Нет, я не боюсь зимы. А у меня осенью депрессия. Я хочу, допустим, идти в тайгу. Просто объединиться с природой. И у меня есть желание, но нет возможности. Как мне пожелать. Спасибо большое. Вот есть желание воссоединиться с природой, но ведь на самом деле воссоединиться с природой можно не только в тайге. Так ведь? Да, я с тобой соглашусь, потому что, если есть какие-то объективные ограничения контактов такого рода, то сегодня получить возможность ещё и в 3D-графике, то есть погружение в красоты природы, в реалии, где нет людей, а есть прекрасное, то, что мы называем природой, особенно осенняя природа, безусловно, наверное, возможность это есть у каждого. Ну, по крайней мере, с чьей-то помощью, да, вот этот видеоряд, да, безусловно, и звуки природы, да, можно восстановить в полном объёме. И иллюзию, получается, вокруг себя создать. Совершенно верно. Есть ещё два обстоятельства, связанные вот с этим звонком, на что мне бы хотелось обратить внимание звонящего. Ведь проговорить вы можете для себя, вы можете записать это, да, потому что, если это накопилось, да, это должно найти выход. Если есть ограничения в обстановке, значит, это можно сделать в той обстановке, в которой вы находитесь. Это безусловно. И опять же, давайте называть вещи своими именами. Вот есть такое чувство сентиментальность, да, есть понятие душевный порыв, а есть чувство депрессии. Вот то, что с вами происходит, я бы всё-таки сказала, что это вот именно душевный порыв, да, вот обусловленный сезоном. Поскольку, слава богу, в вашем звонке присутствуют и положительные эмоции, и потребность, то есть как симптом активности, базис активности. А депрессия предполагает как раз альтернативное состояние, неспособность какой-то активности, да, вот каким-то побуждением, отсутствие желаний, в первую очередь, даже не только активности, а желаний к этой активности. Так что я могу вас поздравить с тем, что вы имеете возможность открыть себя с другой стороны и понять свои чувства с другой стороны. И всё-таки найдите способ реализовать своё намерение в рамках тех возможностей, объективных, которыми вы располагаете на сегодняшний момент. Чья-то поддержка, да, и хотя бы письменно, да, излить свои чувства. Или на диктофон. Ещё совет, который пришёл на СИКЮ от нашего телезрителя. Сергей, очень хорошо помогает пережить осеннюю хандру много работы. Даже не заметишь, как под ногами уже снег скрипит. Я абсолютно соглашусь, потому что когда работы много, ты перестаёшь замечать сезон. Абсолютно верно. То есть депрессия, она не затронет совсем, потому что на это времени нет. Или весь секрет в том, что это должна быть любимая работа? Вы знаете, и много работы, да, это как взрослый человек, он исходит, в первую очередь, из понятия «надо». А уже вторая сторона, что когда это «надо» полностью, да, вот не просто во многом, а полностью совпадает с тем, что люблю и хочу, то это ещё и такое возвышенное состояние, душевный подъём, да, который независимо от сезона даёт тебе толчок к активному и продуктивному поведению. Вот ещё один вариант, который мы предлагали в опросе, больше ем особенно вкусняшек. Вот это конструктивный или деструктивный вкус? Да, если вам не грозит вес избыточный, вы действуете в выбранном направлении, потому что я сама люблю кушать, да, и особенно вкусно, и знаю, что это самый простой способ, выработанный советским, да, периодом жизни, где всё было в дефиците, особенно вкуснятина. Если кто-то, вот, люди моего возраста вспомнят, то птичье молоко, да, знали всё такое, это только москвичи, там, да, где был тот, который, по счастью, можно было купить, там, время от времени, да, сегодня птичье молоко может купить каждый, да, в своём городе, в деревне и так далее. То есть это выработанный в нашей культуре, да, нашей системой воспитания способ быстро получить положительные эмоции, при условии, если вы потом не получите отрицательных эмоций в виде повышенного веса. Ну ведь если... Кушайте и занимайтесь спортом. Двойного сразу же. По крайней мере, да, сбалансируйте. Ну, кроме того, вкусняшки же бывают тоже разные, это могут быть для кого-то фрукты, для кого-то... И количество. Да, и количество, да, на самом деле, одна конфетка может так приободрить, да, что потом... Ещё один вариант был, который тоже хочется обсудить, ношу яркую одежду, тоже насколько вот он логичен, нелогичен, потому что кто-то не любит ярких цветов. С одной стороны, да, то, что человек способен, да, выбирать, да, ещё одеть на себя, да, яркую одежду, говорит о том, что у него депрессии в принципе нет, да? Да, однозначно. С другой стороны, как минимум, вот тем, на что, обстоятельства, на которые ты обратила внимание, что не все это любят, да, там, человек отстраивается от тех, кто является носителем этого депрессивного чувства, и это позволяет ему не заразиться, да, вот чьими-то, да, то есть тяжёлыми, такими, да, вот негативными переживаниями. Так что только в помощь. Ещё один звонок успеем принять. Мы приветствуем вас. Добрый день. Здравствуйте, слушаем вас. У меня такой вопрос. Я вот хотела узнать, а на нервной почве, вот действительно, если уж можно, что похудание идёт? Безусловно. Спасибо большое за вопрос. То есть это индивидуальная реакция, может быть, как набирать вес, да, так и похудеть, даже при том, что вы много кушаете, это безусловно так, организм, да, внутри себя регулирует, или наоборот, в этом может проявляться, да, дисгармония, да, то есть возникшая, да, такое расстройство. Это согласование различных частей организма, поэтому, если вы наблюдаете, и вас тревожит, да, какое-то вот не очень правильное, да, похудание или наоборот набирает веса, безусловно, это повод обратиться к врачу. Проконсультироваться. Да, проконсультироваться. То, что мы периодически затрагивали в течение эфира сегодня, что закончился отпуск, чаще всего он у нас летом, у нас на северах, потому что стараемся детей вывозить. Ну вот, как отдохнуть все-таки так, чтобы потом весь год, ну, мечтать о следующем отпуске, но не настолько, что как бы дожить? Вопрос понятен, да, и безусловно, в первую очередь для того, чтобы отдохнуть хорошо, нужно в отпуск входить отдохнувшим. Вот это железное правило, значит, да, в рамках своей профессиональной практики и личной жизни я для себя вывела как бы в полном объеме. Как это возможно? То есть это уже перед отпуском, когда мы наоборот чаще всего, да, вопреки логике планируем быстренько завершить все, да, что не сделали за предыдущий год, все нужно сделать как раз наоборот. Вот, то есть последние недели перед отпуском вы увеличиваете, да, промежутки отдыха для того, чтобы более продуктивно поработать в промежутке рабочего времени, уже более отдохнувшим, и, соответственно, с чувством с одной стороны отдохнувшим, да, вот, а с другой стороны вы действительно завершившим свои проекты, да, то есть вот войти в отпуск и полноценно в сочетании эмоционально и рационально, да, то есть вот определить ту стратегию, там, да, то есть вот последовательно. Следовательность, да, ваших действий, да, их характер, да, период, именно который мы называем отдых, да, уже активный, потому что когда мы нагнетаем обстановку, да, и, соответственно, ухудшаем резко, да, свое самочувствие просто переживаниями, которые не помогают, а затрудняют завершение проекта, да, в период предшествующего отпуску, все, чем мы занимаемся в отпуске длительное время, это мы завершаем инерцию тех переживаний негативных. У нас нет сил отдыхать, в прямом смысле слова. Когда вы в отпуск вошли, да, то есть вот правильно организовав предшествие, через двух-трехнедельный промежуток времени до, вы начинаете отдыхать действительно с радостью, с удовольствием легко. И накопление этого эффекта, да, положительного от отдыха, оно происходит, ну, невероятным темпом, да, и легко рождает почву, да, для желания снова начать работать, чтобы, да, вот иметь право вот так легко с легкой душой отдыхать в то время, которое для этого отводится. Спасибо большое, Светлана Леонидовна. Спасибо. Помните, все пройдет, и это тоже. До свидания. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. 26 сентября, Всемирный день контрацепции. Узнаем о грамотном планировании семьи. Гость эфира – акушер-гинеколог Тарана Пыстина. До встречи. А сейчас, сразу после случая из практики, зарядитесь энергией. Сделайте несколько упражнений вместе с инструктором программы «Подзарядка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова